Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте появились два новеньких участника. Алексу 21 год, он родом из Люберец, 16 лет живет в Бостоне. В Москве у него семейный бизнес, база отдыха и сеть магазинов. Парень всем понравился на поляне и быстро влился в коллектив. Это Катрин, ей 27 лет, она из Бельгии. Она диджей и танцовщица, пришла к Алексу Марченко. Девушка была замужем, у нее есть дочь. Ну а покинул проект на недавнем голосовании Дима Медведев. Фил Кострубов рассказывает о причинах конфликта с Алисой Литинской. Девушка обидела его товарища Виталия Малышева. Фил высказал свое мнение. Он не оскорблял, не переходил на личности, а сказал по факту. Алиса же после этого обматерила его. Кстати, Фил нравится многим зрителям. Единственный нормальный мужчина на острове, который знает себе цену и умеет разговаривать. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров опять поругались из-за мелочи. Ссора началась с того, что Юля не сварила макароны. Маша Кахно рассказала, как она видит эту ситуацию. Она считает, что Сережа постоянно придирается к Юле. Скорее всего, это из-за того, что она внегласный лидер в отношениях. И очень тяжело, когда оба человека сильные личности. Отец Лилии Четрару опроверг слухи о дочери, которые недавно опубликовали в журнале «Дом-2». У них счастливый брак, семья обеспеченная. Лилия никому ничего не должна. Родители Четрару негодуют и требуют опровержения. Ольга Рапунцель рассказала о жизни за проектом. «Я привыкаю к Москве. Мне нравится городская суета. Единственный минус – это пробки. Очень утомляют. В метро я не рискую спускаться. Ни разу в Москве я не ездила в метро». Сейчас Рапунцель присматривает себе автомобиль и просит у подписчиков совета, где можно купить авто в Москве. Тата Абрамсон опубликовала снимок маленькой дочки. Геолокация под фото указывает на то, что снимок сделан на поляне «Дома-2». Скорее всего, блюминкранцы побывали на поляне в гостях. Но вполне возможно, что они вернулись на проект, ведь они хотели это сделать, и два только маленькой Бетти исполнится два месяца. Олег Майами прокомментировал слухи о романе с Катей Жужей. Он просто довез до аэропорта свою бывшую девушку. У него хорошие взаимоотношения с бывшими. Он их всех любит. Саша Артемова написала эмоциональный пост. Она очень сбивчиво рассуждает о том, как очень долго шла к своей мечте, но ее надежды не сбылись. Непонятно, что у Саши случилось. Подписчики предполагают, что она рассталась с Кузиным. Или же он изменил ей. Сбылась мечта Вики Бонни. Рекламный плакат с ее изображением теперь украшает самую известную улицу Лос-Анджелеса. Елена Бушина отметила семилетие своего сына Маркуса. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok